Колона автомобилей и мотоциклов, украшенных флагами, проехала по курортному проспекту до Адлерского кольца и обратно. Финишировал автопробег по традиции у парка Ривьера. Эстафета празднования дня флага перешла на площадь Южного Мола. Начало патриотическому вечеру положила тематическая песня. На сцене также выступили городские танцевальные коллективы и рэп-исполнители. Самым ожидаемым моментом праздника стал красочный флешмоб. Фейерверк красок начался в 6 часов вечера. Фестиваль красок в Сочи уже стал традиционным. Проходится практически на всех праздничных мероприятиях. Десятки гостей и жители Сочи приходят сюда за порцией позитива, ну и, конечно же, за краской, надеждой, наделем. Цветовая гамма тематическая, стиле триколора. Сделали очень крутую вечеринку, очень крутую мероприятие, очень крутое сделали. И вот собрались очень крутые люди, очень прикольные люди. Что по вашему символизируют основные цвета нашего блога? Ой-ой-ой, вопрос такой сложный. Облака, небо, горы. Облака, небо и горы. Горы? Какие горы красные? Я не знаю. И красная кровь, сердце, любовь. Что бы вы хотели пожелать городу? Городу счастья, развития. Офигенный город. Да, вообще мне очень понравилось это праздник. Я первый раз на такой празднике. Я просто в шоке от всего, что происходит. Мне очень нравится. В общем, праздник удалось. А вот действительно грандиозным был концерт в Олимпийском парке. Фестиваль Олимпфест собрал большие танцы, битву хоров и площадки экстремальных видов спорта. Своё мастерство демонстрировали лучшие роллеры и скейтбордисты России. Впрочем, в соревнованиях на фанбоксах могли принять участие и все желающие. Но большинство гостей предпочитали просто наслаждаться атмосферой праздника. Сочинец Владимир Залитко говорит, пришёл сюда, чтобы отдать дань уважения своей стране. За Россию горжусь. После Олимпиады, после того, что всё сделано здесь, в городе Сочи, я горжусь своей страной. Я горжусь этим флагом триколором. В Олимпийском парке собрались более двух тысяч гостей. Вечером на площади Медал Плаза прошла специальная праздничная акция. Демонстрировали самый большой флаг России, а также флаги регионов. Российский флаг, российский триколор – это не просто символ нашей государственности. Это наша история, это наше настоящее, это наше будущее. Поэтому то, что сегодня происходит вокруг этого праздника, я считаю, это настроение людей. Это наше единение. Сочи стал в этом году вторым городом после Москвы, где прошла эта патриотическая акция. До конца года флаги побывают во всех регионах страны. Эстафету курорт передал Рязани. Для участников праздника организаторы подготовили ещё один подарок. С Днём российского флага сочинцев и гостей курорта поздравила Полина Гагарина. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.